У Влада и Серёжа. Привет, ребята. Привет. Привет всем. Мы сегодня не одни, на самом деле. У нас сегодня... У нас третий член коллектива сегодня, но он сегодня будет просто для показа. Это Бизя, прошу знакомиться, моя собака. Просто если вы услышите дикий лай, это моя собака. Мы её больше не показываем, мы её спускаем, просто она сегодня вместе с нами. Так, ну а делать, собственно, мы сегодня будем кроссовки. Мы как самые модные и самые такие талантливые хендмейкеры, я не побоюсь этого слова, мы сегодня будем уже во второй раз участвовать в этой передаче и покажем, как мы умеем убивать вещи, делая из самых простых вещей офигительные модные вещи. Так, а с чего вы начнёте и что вам для этого понадобится? Сейчас об этом скажет Владислав Михайлович. Так, ну я, поскольку мне доверена большая честь делать левый кроссовок, я сейчас буду его рушнуровывать и для начала, я думаю, постараюсь его покрасить. Идея такова, что мы из белых кроссовок будем делать, скорее всего, я думаю, золотистые кроссовки, а такие будут золотистые кроссовки. Вот эта полоса серой, мы её оставим. Серой, это будет у нас дорога. Вообще будет тема такая дорожная вся, фри-уэй и всё типа того. Вот эта серая часть, я ещё раз говорю, это будет шоссе, мы не будем это трогать, а всё остальное мы покрасим в золотистый цвет. Собственно, этим мы и займёмся. Что я делаю? В голове, да. Специальная краска для ткани, для кожи, акриловая. Вот, она, в принципе, две таких вот краски. назначена для художественных, дизайнеровских, интерьерных и декоративных работ. У нас очень много, на самом деле, сегодня различных видов. С помощью этих нехитрых средств мы будем сегодня делать замечательные кроссовки. Что делаем? Я хочу выbilir Cabanawino. Пакет! Вуаля! Широкой кистью равномерно закрашиваем белую поверхность кроссовок. Я как профессионал могу сказать, чем тоньше слой краски, тем быстрее высохнет. Если у вас просто за 20 минут надо взять кроссовки срочно, очень тонкий слой должен быть. 20 минут и покорить всех. Да, с вами кроссовка. На самом деле, я могу говорить, что чем вы извращеннее, извращеннее приподходите к своему гардеробу и к своему виду, то я думаю, что это лучше. Чем ярче выглядите, тем лучше к вам относятся остальные люди. Поскольку вы не первый раз в моей программе, скажите, вот ты, Серега, что ты сделал со своими шортами? О, это вообще история. Крась, крась. Я не могу о шортах говорить, просто отвлекайся. Лично я ношу свои джинсы, и по сей день они лежат в шкафу, и на шоу их, и кальку. А я хочу сказать насчет своих шортов, которые, если вы помните, я сделал. Меня все спрашивают, где ты их купил? Такие обалденные шорты я. Какие купил? Я их сделал своими руками. Хотя я никому-то не верю, что я сделал своими руками, потому что, не поверили бы все равно, потому что действительно обалденные шорты, и я в них проходил целое лето практически, не снимая. Я очень много вещей потом после программы хендмейт сделал сам. После того, как вы нанесли краску, ей необходимо просохнуть. Затем можно будет переходить к следующему этапу. Это только фон, это только маленькая часть. Кроссовки можно было, в принципе, так оставить. Они прикольные, уже золотистые, но это было бы не хендмейт, если мы не стали превращаться дальше. Этой серой полоски, дорогу, собственно, фри-вей, да? Валяй, покажи, какую-то дорогу сделала. Слушай, я сомневался в его... Вернуть подальше. Я думаю, что ты не сможешь это сделать, что ты ее все испортишь. Потом я думаю, что мы нарисуем травку, газон. Получается, если ботинок стоит, да, получается такое ощущение, что трава просто на ботинок. Теперь я сделаю левый кроссовок, и Ларик займется пока дорогой. То, что вы нарисуете на кроссовках, зависит только от вас. Экспериментируйте! Ну, а для чего нам клей и вот эти стразы? Будем вот эти стразы, сейчас мы покажем стразы, вот эти стразы, их впихивать вот сюда, вот в эти дырочки. Мы занимаемся тем, что мы впихиваем стразы в эти дырки. На самом деле, нелегкое занятие. Хорошая идея, правда? Ну, так... Что и придумать. На самом деле, все хорошие идеи рождаются во время дела. Так что, не бойтесь. Да. 10 страз на каждом ботинке. И оставшиеся дырочки, которые остались тут всего лишь 3, на самом деле, мы их сейчас добьем вот этой оранжевой краской. Все. Так, топ, тебя на красотке, да? Уберешь, какие-то кусочки говна дали. Дальше, я думаю, что мы будем рисовать разные знаки. Я сейчас буду вот здесь, на пятках, рисовать знак стоп. Владик, какой знак стоп? Стоп. Что? Какой знак стоп-то у нас? Любишь? Стоп, а вот... Кирпич. Я закончил красным рисовать это и сделал знак. Черный, вот буквально ушной палочкой. Я сделал ножку на знаке. А сейчас, я думаю, что мы, наверное, нарисуем озеро. Ой, Владечка, какой уж ты молодец. Ты же видишь, что у меня все голосовки спортят? Палочка ушной, ушная палочка, я же сказал. Сейчас, видите ли, он все. Посмотри, как у меня ровненький, как у меня пахнет. Ты бы еще вот это взял, мне стало на ножку. Блин. Мы сделали контур для знака. Конечно, у меня гораздо лучший знак, чем у него. Ну ладно. Я шучу. Прежде чем вы соберетесь расписывать красотки, убедитесь в том, что ваша краска водостойкая и подходит для рисования по коже. Это очень важно, особенно в дождливую погоду. Вот это был финал нашего творчества на кроссовках. На самом деле, получилось просто, по-моему, замечательно. У нас остались шнурки. Мы будем шнурки делать из вот таких странных цветов. На ней, мне кажется, очень подходит ладик, не режет. Почему-то не нужно. Ну, пусть будет. Мы будем из всяких разных цветов делать. Это, значит, такая ткань, которая очень сильно хорошо тянет, называется набифлекс. Определенного цвета мы решили не делать. Мы сделаем комбинированный цвет. Из двух тряпочек мы сделаем один шнурок. И зашнуровываем наши кроссовки. С вами была группа Smash. Мы продолжаем наши концерты по Золотому кольцу. И приходите, мы вас ждем. С вами была группа Smash. Handmade Forever. Пока.